Здравствуйте, дорогие участники будущего курса «Как стать успешным дистанционным преподавателем». Меня зовут Цигельна Виталий Станиславович, и уже более 11 лет я занимаюсь дистанционным обучением, провожу занятия в режиме реального времени, записываю свои видеоуроки, создаю курсы и стараюсь сделать свое обучение более интересным и увлекательным для своих обучаемых. Я хочу пригласить вас на свой курс, на котором я расскажу все, что я собрал за эти годы. Давайте посмотрим программу предстоящего курса. Итак, наш курс будет состоять из восьми модулей, то есть на протяжении четырех недель мы с вами будем встречаться в формате вебинаров по два часа, и я буду вам рассказывать основные моменты, прежде всего, с чего начать, то есть как проводить свои занятия, как установить связь со своими слушателями, с помощью каких сервисов можно делать эту связь более интерактивной, как настроить эти сервисы. И с года в год я рассказывал о разнообразных подобных инструментах. В этом году я решил все-таки сделать акцент. Так как 2020 год изменил кардинально все в онлайн-обучении, появились классные инструменты, эти инструменты предлагают нам широкие возможности, поэтому в первом своем модуле я сделаю акцент на том, как устанавливать связь со своими обучаемыми с помощью такого сервиса, как Zoom. Как сделать первоначальные настройки, как сделать автоматическую запись, публикацию проведенных видеоуроков. Также познакомлю вас с преимуществом других сервисов, таких как Discord. Это сервисы, которые используют наши студенты, наши обучаемые. Они прежде всего используют для игр. Мы постараемся рассмотреть в курсе, какие дополнительные возможности имеют данные программки, почему они получили свою популярность, и как можно использовать для образования. В сервисах Viber, WhatsApp я покажу вам дополнительные фишки, с помощью которых можно настроить автоматическую публикацию видеоуроков. После каждого вебинара вам будут выдаваться практикумы, поэтому при выполнении данных практиков я буду стараться вам помогать установить свое первое соединение и довести тот проект, который мы выполним в рамках курса. А это будет уже практически... Вы научитесь создавать собственные онлайн-курсы и выводить их на продажу. Поэтому содержание второй темы – это как подготовить материалы для своего будущего курса и при проведении онлайн-занятий записывать основные ключевые моменты. Раньше нужно было, конечно, обладать большим спектром технического бэкграунда для того, чтобы настроить программку. Сейчас можно это делать в полуавтоматическом режиме. Мы рассмотрим самые простые инструменты, как можно поставить видеоурок на запись, как его остановить и после отредактировать, вырезать, вставить ненужные моменты. Какие инструменты для этого использовать? Большинство программ уже имеют автоматическую запись. И, может быть, кто-то не в курсе, но тот же Skype и другие сервисы позволяют записывать проводимые занятия без использования сторонних сервисов. Мы попробуем расширить Chrome для того, чтобы он записывал видеоуроки и рассмотрим другие бесплатные программки. Итак, в третьей теме я сделаю акцент на то, как превращать эти видеоуроки в интерактивные, как поверх любого видеоролика вставить тест, вставить фотографии или ссылки на другие обучающие ресурсы. Это делается очень просто с помощью современных инструментов. инструментов H5P, они интегрируются либо на сайт, на ваш собственный сайт, либо я вам бесплатно предоставлю кабинет преподавателя, где вы протестируете возможности. Вы будете превращать любые обучающие, любые видеоролики в обучающие ролики, которые будут сопровождаться материалами, без использования каких-то сложных, мудреных сервисов. Итак, в четвертой теме мы с вами рассмотрим конструкторы и простейшие инструменты для создания системы дистанционного обучения. Поэтому мы сначала рассматриваем систему управления содержимым. Это простыми словами CMS. и попробуем создать свою первую страничку в WordPress. Кто пожелает, зарегистрирует, я вам подскажу, как зарегистрировать собственное доменное имя, чтобы у вас был собственный сайт. Ну а для тех, кто пожелает быстрый вход для тестирования, будет предоставлен, как я уже говорил, личный кабинет преподавателя. Потом в пятой теме мы из этой системы обучения с помощью одного всего лишь плагина LearnPress превращаем наш веб-сайт в систему управления обучением. И теперь наши видеоуроки будут, наши простые уроки будут публиковаться в нужное время и обучаемые будут их проходить последовательно. А вам будет доступна система аналитики по тем заданиям, которые они проходят. Как это настраивается, как это делается, мы рассматриваем в пятом модуле. Итак, с помощью простых систем, таких как Google Class, мы посмотрим, как создать свой онлайн-курс, как добавлять в него текстовые задания, как текстовые обучающие материалы и те видеоуроки, которые мы записывали ранее. В седьмой теме мы с вами научимся создавать чат-ботов. Это впервые я включаю в курс «Как стать успешным дистанционным преподавателем» данную тему. Из года в год я показывал, как сделать автоматическую публикацию, но вы заметили, как наши обучаемые пользуются мессенджерами. И намного удобнее, если мы эту автоматическую публикацию настраиваем в удобный нам мессенджер. Поэтому теперь те материалы, которые вы будете создавать, будут автоматически отправляться в удобные мессенджеры WhatsApp, ВКонтакте или Facebook. И сделать это довольно просто за несколько занятий. И в последней заключающей теме мы с вами посмотрим, как результатировать те данные, которые мы получаем в результате обучения. То есть все наши обучаемые будут проходить курс и результаты тестирования помещаться в определенной таблице. То есть мы как бы видим, но когда обучаемых много, как анализировать эти данные, я расскажу вам в последнем, завершающем, в восьмом москве. Итак, жду вас на своем курсе, который начнется уже совсем скоро. Остается пару мест. До скорых встреч в эфире. Буду раз рад вас увидеть. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok